Восвитая служба информации телерадио компании Гомелю, студии працу и Марина Джала, глядите в этом выпуске. Самая великая в Беларуси сонечная электростанция открылася Каля Речицы. Новые махшимости для рамесников и господаров Агра Сядиб. Наши корреспонденты проанализовали указы президента номер 364 и 365. День мати в Беларуси уже прошел, однако веншаванию адрес виновниц этого свята протягивает поступать. Гомельский городский молодежный театр ярко и видовищно означает свое 25-ти годы. А зараза об этом и иншим больше подробно. Самая великая в Беларуси сонечная электростанция открылась Каля Речицы. Ей могутность 55 мегаватт побудована по заказу вытворшего объединения «Беларусь-нафта». На 115 гектарах установлены амаль 218 тысяч сонечных панелей. По ставшиком обсталевании выступила славянская компания, которая вырабляет фотоэлектричные модули премиум-класса. Дальше, до этого рекордсменам в Беларуси лечилась фотоэлектричная станция, которая находится Каля Брагина. Ранее именно эта яна носила статус самой великой в нашей краине. Ей по мерам больше 40 гектаров равнозначны площадь 60 футбольных полев. В той час, как махчимостью, а это 85 тысяч сонечных панелей, магутностью больше за 18 мегаватт, хапила бы для уключения усёй вечерней подсветки Минска. Новая же электростанция Каля Рэшицы пераузы ходить усех этой показчики большему два разы. Уладальники агросядив становушу, сприняли указ президента Беларуси номер 365 об развитии агротуризма. Разом с тем, дозволно проведение веселия у банкетов не повинен створать проблем для остатних же хоров населенных пунктов. Олег Сентюро наведал Рэшицкий район. Провести некакий день увёзцы, марашматаки, гораджан. Тихо, спокойно и смачная ежа. До речи, поесть у агросядивых можно за 20-25 рублей. Моится на увазе трехразовое харчевание. Медмила Московская агротуризмом займается с 2009 года. Починала с приёма гостей на даче. Заразу ей целый комплекс с русской лазней, зонами отпочинку, жилой зоной и банкетной залой. Плюс уласный дендерарий, где рассе больше 400 наименей враслин, каже, что только на приёме отпочивальников окупить усе затраты вельми складанно. Продаж древ у дымляку экзотичных допомагает рыматься у плюсе. Кінчая справа, что ранее для того, как займаться некоторыми видами деяностей, необходно было регистроваться у якости индивидуального предпринимальника. Началось это у приватности проведения весельев и банкетов. Теперь это обмежование знятое. Если приезжают гости, то они же не экономят ваши средства, однозначно пользуются всеми благами. И свет, и ночь горит, и день горит, и какие-то моменты. Бывают такие накладочки, всё, и дрова, и то же, что входит в стоимость. Да, и стирка белья, это тоже как бы затратные моменты. Поэтому банкет – это однозначно выживаемость для усадеб. Банкеты – это банкеты, и что скрывать здесь? Все понимают реально, что здесь мы зарабатываем деньги основные. Вёска Милоград Реческого района знакомитая тем, что у одном населенном пункте денежусь одразу пять агросядеб. Сергей Чарненко почал займаться агротуризмом самым первым. Зараз тут можно не просто добротпочить, а лей с комфортом. Домики для проживания, бассейн, лазня, сподорожниковое телебачение и бесплатный интернет, плюс банкетное зало. На думку господара, проведение у агросядебых весельев, банкетов и инших урочистостей умае широкозначных плюсов. Починаючи от якостно приготовленной ежи. Контроль тут особливо строгий. При наявности одмовных водкуков у агросядеб один шлях – закрытьё. А лейось у отриманном дозволе и один минус. Не все гости поводят себе спокойно. До того ж, практически кожное веселье, те день народжения завершаются запуском фейерверков, причём поздно у вечера, что не за всё достануше успремается остатними вясковцами. Тяпер отказность за поднимание парадку ва у владельников агросядеб повышается у разы. Возникает множество скандалов по этому поводу. Поэтому мало того, что там играет до 11 часов музыка для соседей громко, так ещё эти салюты просто приводят людей в ярость. И ненависть к субъектам агротуризма во многих местах зашкаливает. С принятием нового указа рамесника у докладна стане больше. Умовы изменятся, махчимости поширятся. А так само з'явятся тыи, яких чакали не один год. Сгодно новому указу, зараз до рамесниства относятся усеи виды творчести, які ожитявляются на основе ручной працы. Удокладняются месты и способы реализации продукции. Рамесники смогут продавать вырыбы непосредственно у майстернях, доставлять и пересылать товары покупникам. А яше рекламовать свою продукцию у тумлику у интернете. Если раньше 225-м указом было предусмотрено, что физическое лицо, ремесленник, имеет право реализовать свою продукцию, либо на торговых местах на рынках, либо в иных местах, установленными местными органами власти, то в настоящем указе определено, что помимо этого физическое лицо, ремесленник, имеет право рекламировать с использованием глобальной сети интернет свою продукцию и реализовывать ее в дальнейшем путем почтового отправления, в том числе международного почтового отправления, либо непосредственно доставки физическим лицам этой продукции, уже неважно, независимо от вида транспорта, на котором будет осуществляться доставка. Это существенное изменение, которое, в принципе, ждали очень ремесленники, потому что не всегда было удобно осуществлять такую деятельность непосредственно на торговых местах на рынке. Самое напевно важное нововведение – махчимость рекламовать свою продукцию в интернете. Ранейко продавать вырубы за мяжу треба было отвозить их у Минск, где ожитивлялся дальнейший продаж про специальный сайт. Наконец-то мы можем и начать продавать свои работы куда-то за рубеж, потому что вот это тоже было одной из такой большой проблем для наших ремесленников. Вот так представлены картины Анастасии Шабалтес, художник. У нас почему-то в Беларуси художники не востребованы, чтобы хотя бы хватало на хлеб, скажем так. Порой сидят совсем-совсем того, а вот за рубеж, да, и когда уже начнёт действовать указ, и наши ремесленники смогут продавать свои работы за границу, потому что и картины, и даже вот наши бережные куклы, которые я занимаюсь, береговая кукла, за границей она более востребована, чем у нас. То есть как-то там они более ценят. Остатние умовы для ремесленников не сменились. А сбор по ранейшему склада и одну базовую величиню, и платить его треба на приконцы Снежня на год наперед. Усе новации почнут дейничать с 12-го студеня, после официнного уступления у силу нового указа. Дарыш и зараз у Гомельской области ремесленством займаются свыше 2700 человек. Сумма сбору от идейности с початку года Амаль досягнула 70 тысяч рублей. Марина Джалая, Анастасия Кучинская, Михаил Рабко. Утель радует компания «Гомель». День матью Беларуси уже прошел, однако веншование у адрес виновницах этого свято протягивает поступать. Так сегодня у разных ходках Гомельщины громадские организации веншуют женщин, який народили якраз 14-го Кастрышника, непосредственно у День мати. Наприклад, активисты громадской организации «Белая Русь» побывали у некольких родильных отделениях региона. Областные центры гостей примали у городской клинической больницы номер 2. Тут 14-го Кастрышника на свет заявилося 8 немовлят, 4 хлопчики и 4 девчонки. Дальше пунктуальными были не все новонародженные. На суперок прогнозам урачок, кто-то из них народился поздней, кто-то ранее призначенного термину. Разом с тем, и все дети, и их мамы здоровые, и зараз отшивают себе добро. Тому смогли самостоянно прийти в актовую залу установы за сувенирами от Белой Руси и порцией добрых пожаданий. Дальше акция «Белая Русь с любовью до детей» иснует с 2008 года. В уголе с подарунками у родильные дамы активисты громадской организации ходят не только у День мати. А лезь на годы Дня незалежности Нового года. За 9-е годы иснование акции «Веншование от Белой Руси» отрымали сотни немовлят и их мам. Очень приятно, спасибо большое за поздравления, очень неожиданно. У меня сыночек, назовем Влад. По срокам нам ставили позже, все-таки в конце октября. Но вот он как бы сам выбрал этот день особенный, и я очень рада. Этот день, я впервые стала матерью, это такое событие. Появляется на свет новый гомельчанин, появляется новый человек. Такие знаменательные для республики праздники. Ну, государственный, скажем, праздник День независимости. Новый год – это как начало всех начал, но День Матери – это святое. Поэтому, конечно, в эти дни, вот мы считаем, что надо всем женщинам. Хочется пожелать прежде всего здоровья, счастья, любви огромной, чтобы мужья носили их на руках, чтобы они создали такие условия, чтобы мамочки, все женщины купались в этой любви. И еще 50 мать из Гомеля и района сёня отрымали веншавани и подарунки. Их запросили на свято, дорогое слово «Мати», якое прошло у стенах колледжа Мастасту и Мяса Калоскага. Это однострадыцинных мероприемств в связках с конца Галикутых, яке ладятся гомельским отделением Белорусского фонду Миру. Шматэтапная акция проходит на протягу некольких дён не только в областном центре, а и в разных кутках нашего региона. За гэтые дни 300 самых достойных и самоотданных отрымают прызы, размеркованные по некольких номинациях. Среди них «Мати Кераунник» и «Мати заслуженная и ауторитетная». Не забыли и про молодые семьи. В этой акции мы хотим поднять роль и значимость и ауторитет матери женщины и в семье, и в обществе, и на производстве, и как общественницы, и как миротворцы. Любой женщине, та, которая действительно о работе отдаёт себя целиком, очень трудно совмещать и дом, быт, и воспитание детей, и работу. Но наши женщины, они готовы на всё и со всем справляются, и справляются очень хорошо. И об этом говорят сегодняшние мероприятия. Ту акцию, которую проводит уже традиционно наш областной фонд мира, она вот именно даёт женщинам различных профессий, различных возрастов почувствовать свою нужность, значимость и то, что мы все их очень любим. У наступные два дни акция протягнется у Лоеве и Петрикове. Тут сберутся «Мати» с 15 районов Гомельской области. До новинок культурного життя региона. Гомельский городский молодёжный театр ярко и видовищно означают в своё 25-ти годы. На сцене разгорнулося грандиозное шоу с уделом усёй творшей трупы установы. Вероника Ворошилина, Володая, под рабязностями. За 400 годов Гомельский городский молодёжный театр пережил немало взлётов и падений. Он починал свою дейность, как пишут в республице «Приватный незалежный театр». Юберей не просто театр, а юберей сегодня, кстати, того человека, который подарил городу театр. Григорию Фиглину исполнилось бы 60 лет. Его с нами нет. Так получилось, так сложилась жизнь. Но я считаю, что живым памятником ему – это наш театр, который он начал. Потому что подарить городу театр – это событие незаврядное. За годы деяности Гомельский городский молодёжный театр рабил ставку на интеллектуальную, сучасную белорусскую и замежную драматургию. Тут ставилися комеды, мелодрамы, психологичные пьесы, каски для детей. Творшим коллективом установы створены шерох талиновитых премьерных работ, которые ураживают представников разных поколений и поглядов. Всегда хотелось получить эту эксклюзивность этого театра, выйти на эту сцену, потому что она уникальна, это близость к зрителю, где нельзя обманывать ни в коем случае, каждая деталь сразу видна, неправильный взгляд и так далее. И казалось, как это вообще возможно на этой сцене. Потом меня приняли в трупы этого театра, и уже в этом удовольствии 14 с лишним лет я нахожусь и получаю удовольствие постоянно. Своё 25-годие Гомельский городский молодёжный театр отзнашую ярко и видовищно. На сцене разгорнулося грандиозное шоу, якое расповядало про головные подеи установы с истории до женёй у 400-годя. У делу яскравым святочным деяния приняла вся творчая трупа. Подбурные овации, глядаши сустракали, как ведущих маестров сцены, так и начинающих актёров. Гомельский городский молодёжный театр – это одна великая и дружная семья. Установа объедула людей, готовых самоданно працовать, уличивая уже новые тенденции развития сучасного театрального мастерства. Насчёт коллектива что могу сказать? Это мечта. Вот если у человека есть какое-то идеальное представление о том пузыре, в котором он хочет находиться каждый день, то это то, что я себе представляла. Именно то, что я себе видела. Представляла вот в мечтах своих. Потрясающие люди, замечательная атмосфера. Сюда хочется приходить, работать, с людьми хочется контактировать. Замечательные все. В Гомельский городский молодёжный театр мкнется дариться им глядачам первоважные узоры высокой драматургии, закликанную возвышать шмат функциональную роль мастерства. Сегодня у коллектива немало творчих идей и планов на будущее. А значит, гэты установы обовязково шакают новые перемоги и здеснения. Я желаю нашему коллективу жить как можно дольше. Я желаю нашему коллективу стабильности, благополучия и морального, и психологического, и, разумеется, материального. Я желаю нашему коллективу интересной работы и удовольствия от осознания того, что вот этот день мы начинаем в театре. И в театре же его заканчиваем. Вероника Ворошилина, Игорь Марыченко, телерадоя компания «Гомель». Гэты и иншие новини вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресе www.tv.gomel.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд». З новинами «Спорту» вас познайомить Максим Савин.